Лучшая конда, лучший архитектурный дизайн, лучшее многофункциональное сообщество, лучший экологический проект – все это Монтазур. Мы сегодня приехали для того, чтобы познакомиться с этим застройщиком. Это ребята, у которых огромный участок земли на Пхукете в районе пляжа Камала. Они продают элитную недвижимость, квартиры, и даже здесь есть виллы, которые стоят по полтора миллиарда рублей. Погнали! Мы сейчас с вами находимся вот здесь. Это офис продаж. Слева и справа от нас находятся такие популярные заведения, как HQ Beach Club и Кафе Даль Марк. Эти места известны всему Пхукету. Сюда люди приезжают для того, чтобы посидеть в море, попить какие-то вкусные коктейли и понаслаждаться музыкой, приятной атмосферой. Вся территория отображена здесь на макете. Она просто огромная. В целом это 73 гектара. Но вот эта часть земли, она не продается, так как она находится на уровне 80 метров над уровнем моря. И по законодательству на Пхукете нельзя строить так высоко, поэтому застройщик всю эту часть джунглей оборудует как парк. То есть это будет просто свободная зона, куда можно прийти побегать, позаниматься спортом, погулять на природе. То есть это не жилая, просто парковая зона. Все строительство у нас ведется вот здесь. В начале этого видео я сказал, что этот застройщик получил премию как лучшее многофункциональное сообщество. Что это такое? То есть эти ребята строят не только жилую площадь, кондоминиумы, либо виллы, они еще на своей земле застраивают инфраструктуру. То есть делаются бич-клабы, это вот заведение от подобного формата, рестораны, кафе, ну и в принципе какая-то коммерческая недвижимость, которая пользуется спросом среди туристов. То есть основная концепция построить как город в городе. Все, что нужно для людей, находится в пешей доступности от их собственного дома. Если говорить о кондоминиуме, он называется Twin Palms и он расположен здесь на первой линии. Здесь будет 11 зданий, каждое по 3 этажа. Вот здесь у нас бизнес-центр будет, лобби и ресепшн. Также лаунж-зона небольшая. Здесь ресторан. У каждой квартиры, которая находится на последнем этаже, это пентхаусы. У них есть свой выход на крышу и там есть маленький сад и бассейн. Мы обязательно сегодня это покажем. Это что касается кондоминиума. Вот эту часть земли они продали международной сети Интерконтиненталь. Это сеть пятизвездочных отелей, я думаю, известна каждому. Поэтому здесь будет отель со своей инфраструктурой. Здесь вообще продумано до мелочей абсолютно все. Вот все вот эти виллы, которые занимают большую часть проекта, они находятся за дорогой. То есть вот здесь идет автомобильная дорога. И для того, чтобы люди не перебегали трассу, здесь будут два подземных тоннеля. Один пешеходный, а второй для баги. То есть это транспорт, который будет здесь по территории доставлять жильцов до их квартиры, либо до их дома. Вот здесь огромный участок земли. Здесь кондоминиумы по 2-4 этажа. Но кондоминиумы малоквартирные. Там всего будет 2 квартиры на этаже. И по факту, если взять небольшой домик, можно купить все 4 квартиры. Там идут студии по 50 квадратов. И таким образом сделать свою собственную виллу у озера. Такая вилла по цене будет около 28 миллионов бат. Здесь также есть участок земли, который продается для людей от 55 лет. То есть это будет такой пенсионный элитный вилловый поселок. Вот он где расположен. Его управлением будет заниматься компания Odli. Это британская организация, которая имеет в управлении около 15 элитных поселков в Англии. И у них целевая аудитория – это люди пенсионного возраста. То есть это будет самый тихий, самый спокойный участок всего проекта. Также на макете вы можете видеть речку. Она идет с гор. И застройщик ее перенаправит для того, чтобы сделать на территорию собственную лагуну. По территории проекта все. Теперь смотрим сам кондоминиум. И вам подробный план. Он называется Twin Palms Residence. Этот проект так называется, потому что он будет находиться под управлением компании Twin Palms. Это сеть пятизвездочных отелей. Более того, у них есть ресторан, который называется Twin Palms Seaside. Он находится на пляже Банг Тао. И в прошлом году его признали лучшим рестораном Таиланда. Если говорить о самом комплексе, то здесь 11 зданий, по три этажа. И всего на весь проект 75 квартир. Вот здесь ресепшн. И также будет находиться бизнес-центр. То есть там будет комната для переговоров, библиотека и лаунж-зона. Есть два бассейна. Один вот здесь находится. И второй прямо у моря. И также на береговой линии есть ресторан. По поводу квартир. Они идут от 85 до 800 квадратов. Это если речь идет о пентхаусах. Это квартиры, которые находятся на последнем третьем этаже. И у них есть собственный выход на крышу. На крыше по стандарту идет бассейн и маленький сад. Но также можно ее оборудовать под зону барбекю. Либо лаунж-зону. Помните, я говорил про подземный переход? Вот он на макете отображен. То есть люди пересекать дорогу будут не по проезжей части, а под землей. Ладно, по общей информации все. Идем смотреть самую маленькую квартиру. Это самая маленькая квартира, которая есть в Twin Palms. Это вон бедрум. Общая площадь 212 квадратов. А жилая зона 83. Цифры, рассрочки все позже. И сейчас начнем с того, что осмотримся в квартире. Первое. Помните, как-то в предыдущих видео я говорил, для того, чтобы продавать красивые квартиры, у вас должно вкусно пахнуть. Вот, к сожалению, технологии сегодня не передают запахи. Но здесь стоит запах такой, как лайм с какими-то цветами. Я даже не знаю, что пахнет, но очень вкусно. Так, холодильник. Пожалуйста. Холодильники встроенные, вся мебель встроенная. Квартира вообще продается в Twin Palms. Все квартиры продаются со всем, что вы видите. Включая даже шампанское и бокалы на столе. То есть это отельный стандарт. Здесь у нас полки, полки. Довольно просторная жилая зона. Большой зал, большой телевизор. Очень красивая картина. Какой-то современный арт или... Но я не знаток, поэтому умничать не буду. Материалы чувствуются, что прям дорого все. Вот на ощупь и по виду это все выглядит очень круто. Двери какие. Посмотрите, петли какие массивные. Как будто с космического корабля сняли. Здесь туалет. И он разделен с душем, такой слайдинговой дверью. Здесь с обратной стороны зеркало. Душ и ванная. Ванная с видом на море. Сделано опять же все очень качественно. Прям нравится здесь. Все в мраморе, в дереве. Даже двери крутые. Все до мелочей продумано. Здесь небольшая рабочая зона. Можно поставить ноутбук, либо почитать книгу, пообщаться по телефону. Здесь шкафы. Тут один и вон второй. Стоимость входит все, как я и говорил, включая даже халаты. Телевизор, несмотря на то, что расположен под углом, но он идет с кронштейном и кронштейн позволяет поставить телевизор под любой угол. Продумано все до самой последней мелочи. В каждой квартире большая терраса. Здесь можно поставить пуфик, либо кресло-качалку. По вечерам смотреть на закат на море. В общем, много, много площади здесь. Вообще, можно сказать, что здания идут по 4 этажа. Просто первый этаж, он не жилой. Он отдан под складские помещения. По факту, люди, которые приезжают сюда, могут оставлять, хранить свои вещи там. А квартиры идут уже с уровня 2 этажа, и поэтому здесь абсолютно все квартиры имеют прямой вид на море. Самая недорогая квартира на сегодняшний день такой планировки стоит 15,5 миллионов бат. Ну и, как я говорил, в эту стоимость входит абсолютно все, включая шампанское, бокалы и декорации. График платежей выглядит следующим образом. Сначала квартира бронируется депозитом в 200 тысяч бат. Далее в течение 2-4 месяцев идет оплата 95%. И остальные 5% клиента плачут только тогда, когда приехал, принял свою квартиру, забрал от нее ключи. Это можно растянуть максимум до полугода с момента бронирования квартиры. Это уже большая квартира. Это пентхаус, который находится на третьем этаже. Здесь свой выход на крышу. Сейчас мы поднимемся, обязательно посмотрим. Кухня небольшая. Та же самая мебель, та же самая техника. Здесь единственное, в чем отличие, в том, что здесь в каждой спальне есть очень большой гардероб. Для женщин, наверное, это крайне важно. Идем во вторую спальню. Это хозяйская спальня, она побольше. Также есть свой балкон с прямым видом на море. Большой гардероб. Я хочу себе такой гардероб, очень красивый. И здесь, помимо душа, есть еще ванна с прямым видом на море. И, как я сказал, основная фишка таких квартир, которые находятся на самом верху, это крыша с собственным бассейном и садом. Пошли смотреть. Как я уже сказал, проект будет закончен через пару месяцев. Поэтому еще какие-то мелочи надо доделать. Здесь будет забор. И здесь должна стоять дверь. Для чего? Для того, чтобы персонал, который занимается управлением этого проекта, мог подняться по их собственной лестнице, подняться сюда на крышу и провести уборку сада и чистку бассейна. Это ваша собственная терраса. Здесь устанавливается душ, здесь бассейн и зона для загара. Также, по желанию, застройщик может оборудовать вам уголок под барбекю. Цены на сегодняшний день стартуют на такие квартиры от 53 миллионов бат. График платежей точно такой же, как для односпальных квартир. То есть можно разбить на полгода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас самое дорогое, что есть в Монт-Азур. Это вилла площадью в 10 тысяч квадратных метров. Если вы думаете, что вот это все отдельно стоящие домики, на самом деле нет. Это спальня. То есть здесь всего на всей территории 6 спален. Это основной дом. Здесь наверху терраса, зона барбекю, бассейн. Бассейн. Слева вот эта. Это хозяйская спальня. Она двухэтажная. На втором этаже можно сделать либо кабинет, либо детскую. Опять же, застройщик сделает все, что только вы захотите. Здесь лаунж-зона. Здесь очередная спальня. И инфинити бассейн. И вот еще несколько спален. Здесь фронтальный основной бассейн. С прямым видом на море. И вот здесь отдельная пристройка. Это домик для прислуги. Цена всего этого дворца 22 миллиона долларов. Ну или по сегодняшнему курсу практически полтора миллиарда рублей. Если говорить об обслуживании, то это стоит 300 тысяч бат. Практически полмиллиона рублей. Поэтому если вы вдруг купили себе фалкон, либо вертолет, и не знаете куда прилететь, где купить себе очередную резиденцию отдохнуть, то вот, пожалуйста, яркий пример того. Как можно потратить на Пхукете 22 миллиона долларов. Я сейчас так прикинул. Если продать половину улицы, на которой я вырос в Хабаровске, то можно вот это все купить. Это примерно будет по два, по три подъезда будут жить в одной спальне. На сегодня у нас все. Это был пляж Камала, проект от Вин Палмс от застройщика Монтазур. Я думаю, сегодняшний выпуск вам понравился, потому что, ну, такая недвижимость не может оставить равнодушным никого. По крайней мере, меня. Для меня съемка подобных проектов даже как собственная мотивация, чтобы больше зарабатывать. И не просто снимать такую недвижимость, а покупать ее. Потому что это реально стоит тех денег. На сегодня у нас все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте следить за обновлениями и писать комментарии. Пока! Субтитры подогнал «Симон»